Вне сельского хозяйства в этом году почти в два раза увеличили объемы рассады овощей на продажу. Учили опыт прошлого года, когда на всех желающих ее не хватило. Когда и где начнут продавать рассаду, узнавала Алла Горбатенко. Вот они, будущие кустики, лианы, загадки, примулы, титана и других томатных сортов и гибридов. Совсем малыши. Обычно к этому времени рассада выглядит посоледнее. В этом году погода подкачала, говорят ученые. Теплицы в НИИ не отапливаются. Поэтому растения чутко реагируют на погоду за пленкой. На сегодняшний момент, где-то на неделю, рассада немножко отстает. Но мы думаем, что если температура будет положительная и выйдет солнышко, то она быстро свое догонит. Всего в этом году на продажу ученые должны выставить 250 тысяч томаты, перец и баклажаны. На самом деле в прошлом году было почти в два раза меньше. И почему решили увеличить в этом году количество рассады? Потому что тут чуть ли не драки были за прилавками. Люди доверяют НИИ, потому что они понимают, что если они хотят купить ляну или загадку, то купят действительно этот томат. Качество от ученых. Из сладких перцев в продаже будут известные сорта «Подарок Молдовы», «Виктория», «Лумина», «Рубиновый», «Золотой юбилей». Среди баклажанов уже полюбившаяся огородником «Королева Марго» и новые гибриды от ученых НИИ «Оптимус» и «Мегатрон». Ну а больше всего на прилавки поступят томатные рассады. Около четырех десятков сортов и гибридов. На этот овощ у нас всегда большой спрос. Будут новенькие, будут черри у нас новые, будут с новыми формами, с новым цветом. Будут коричневые, там, желтоплодные черрики. Набор будет достаточно большой. То, что требует покупатель, мы стараемся им предоставить. Когда рассаду начнут продавать, планировали где-то в третьей декаде апреля. Но, судя по вот этим вот росткам, наверное, все-таки в начале мая. Рассаду из НИИ можно будет купить только на территории НИИ. Здесь есть специальные люди, которые уже знают особенности вот этих сортов и гибридов. И будут продавать только на территории НИИ и, наверное, вот киоск, который на выезде.